МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире события дня. С вами Елена Романцева. И прямо сейчас мы готовы поделиться самыми актуальными новостями из жизни Курской области. Креативное детство в Курске заработала уникальная школа индустрии, где ребята постигают азы современных профессий. Чему уже успели научиться, рассказали Ангелине Яхантовой. Спрос на спиртное увеличился. В Курской области выросло количество продаж алкоголя. С чем это связано, выяснял Станислав Костиков. Курские школьники могут попробовать себя в звукорежиссуре, 3D-моделировании не только, а уже больше месяца. Современным востребованным профессиям обучают в школе креативных индустрий. На первый поток зачислили 120 ребят. На одном из занятий побывал и губернатор Роман Старовойт. Иван Чулаков с детства увлекается музыкой. Окончил специализированную школу по классу балалайки и уже сам пишет партии для электрогитары. Поэтому, как только узнал о наборе в школу, записался не раздумывая. Нам рассказали теорию, как что строится, начали делать драм-партию, потом подбирать мелодию, чтобы было все созвучно красиво. 3D-моделирование мне очень понравилось, дизайн тоже. Здесь они снимают и монтируют, рисуют и моделируют. Каждое занятие в радость. Они пробуют все. И вот сейчас как раз идет такой вводный период, когда они по неделе находятся в той или иной студии, таким образом все пройдут через все. Интерес у них есть ко всем студиям. Даже ребята, которые не думали о себе, что они могут заниматься музыкой, или, например, музыкой может быть интересно, они открывают для себя это направление, как новое. Условия обучения и первые навыки ребят оценил и Роман Старовойт. Например, в студии анимации и 3D-графики ученики могут спроектировать персонажей для мультфильмов, а в соседнем кабинете учат видеопроизводству. Подобные устройства используют в кино. У нас есть слайдер, он там стоит. И у наших телеканалов нет такого. Ну, у них просто нет необходимости в этом. Силами нашей студии какой-нибудь, пусть даже короткометражный фильм художественным вполне можем снять. Записаться на следующий поток можно будет только в 2023 году. Впрочем, руководители школы рассматривают возможность открытия дополнительных курсов, причем не только для детей, но и для взрослых. Ангелина Яхонтова, Алексей Еременко. События дня. Победители Всероссийских Олимпиад из лицея номер 6 имени Булатова будут получать именные стипендии от главы города. 26 октября прошла торжественная церемония вручения свидетельств. Всего наградили 16 ребят, 14 учеников и двух выпускников. Учителей, подготовивших их к конкурсу, отметили почетными грамотами. Овации, улыбки счастливые учителя и, конечно, сами школьники. В лице номер 6 имени Михаила Булатова победителям городских олимпиад вручили свидетельство стипендиатов и премиантов главы города Курска. Девятиклассница Екатерина Кузьмина выиграла городской этап Олимпиады по экологии. Формулой своего успеха называют неудачу, а труд. Для начала я расставила приоритеты. Приходя домой, я сначала готовилась к Олимпиаде, а потом уже делала остальные уроки. Я считаю, что только труд и практика помогут достичь успеха. Для высоких показателей важна не только хорошая подготовка, но и родительская поддержка, призналась мама одной из олимпиадниц. Я считаю, главное настроить ребенка. Главное настроить на победу. И таким образом и успокоить даже, понимаете. И главное – любовь, конечно. Как я говорила Ксюше, когда она готовилась, я ей сказала, главное не победа, а главное – участие. То есть я считаю, не нужно от ребенка требовать, понимаете, как просто немножечко-немножечко его нужно направить в нужное русло. В нужное русло ребят направляли и педагоги. Их наградили почетными грамотами под бурные аплодисменты. Присутствующих поздравил мэр города Игорь Куцак. Он записал для школьников праздничное поздравление. Всего в городе Курске в этом году 193 ребенка получат стипендию главы за победу в муниципальном этапе школьных предметных олимпиад или за победу в тех или иных творческих конкурсах. В этой школе мы награждаем 16 детей, 14 детей победителей олимпиад и двое лауреатов конкурсов. Победители будут получать денежное поощрение до 1 сентября 2023 года. Размер стипендии – 1000 рублей. Диана Пахомова, Сергей Дорохов. События дня. Передать частичку тепла и проявить заботу. Ребята из Щегровского межрайонного центра социальной помощи семье и детям поддерживают наших военных. Для бойцов они шьют нательное белье и полотенца. Ксения Дегтярева продолжит. Анастасии Малаховой всего лишь 9, но она уже среди тех, кто хочет помочь и делает это. Девочка вяжет манежки для наших бойцов. Признается, спицы в руках держит совсем недавно, но очень старается. За неделю научилась, как лицевые и изнаночные, может. Слушай, Настя, ну ты молодец, потому что я, например, до сих пор не умею. Вы уже связали одну манежку, да? Да. Насколько сложно было ее вязать? Ну, сложный, что для меня сложно, мне помогала Тамара Игоровна. Безопытных наставников тут не обойтись. Александр Григорьев – специалист по социальной работе, но здесь мини-мастерской – закройщик. Вместе с командой удалось шить уже около 50 комплектов белья для военных. Ну, мы только начали, как бы, вот с понедельника, как бы, закупили ткань, решили, что вообще будем, нуждаемость, как бы, что нужно. И вот пришли к такому выводу, что будем, как бы, пока остановимся на таком ассортименте. То есть это нижнее белье и футболка. Идея создания мастерской родилась не случайно. Когда-то воспитанники центра писали письма на передовую и даже получили ответ. С тех пор решили – сейчас бойцам просто необходима поддержка. Когда мы прочитали это письмо с ребятами, с сотрудниками, трогательно. То есть мы поняли, что ребята там радуются любой весточке, которая приходит, скажем так, с большой земли и попадает там. Она дает им, наверное, дополнительные силы. Поддерживать военных, участвующих в СВО, воспитанники Щегровского центра социальной помощи будут и дальше. В планах у ребят – расширять производство. Ксения Дегтярева, Антон Латышев и Владислав Соболев. События дня. В Курской области продолжается программа по переселению из аварийного жилья. Первый этап должен завершиться к 2023 году. На сегодня ключи от новых квартир получили уже 835 курян. Для некоторых это жилплощадь почти в половину больше предыдущей. Программа переселения из аварийного жилья в Курской области реализуется ускоренными темпами. Она уже выполнена на 60%. В планах было расселить 63 аварийных дома. Это свыше 17 тысяч квадратных метров и более 1300 человек. В настоящий момент мы уже переселили граждан 835 человек из общей площади, где-то аварийного жилья, свыше 10 тысяч квадратных метров. На текущий год у нас запланировано переселить свыше 4 тысяч квадратных метров жилья и 110 аварийных жилых помещений. Практически мы уже на сегодняшний момент расселили 335 человек, свыше полутора тысяч квадратных метров. Завершить программу планируют до конца 2023 года, а не до 2025, как планировалось изначально. При этом аварийные дома, получившие такой статус до 2017 года, уже полностью расселены. На проект выделено более 1 миллиарда рублей 633 миллиона из областного бюджета, а свыше 480 из фонда содействия реформированию ЖКХ. Слаженная работа и максимум концентрации. Пожарные машины спешат через весь город к месту ЧП. В Курском онкоцентре произошло возгорание в одном из корпусов. По такой легенде прошли плановые пожарно-тактические учения. Затем, как спасатели справляются с поставленными задачами, наблюдала Ангелина Яхонтова. В одной из палат на третьем этаже радиологического корпуса произошло короткое замыкание светильника. Сотрудники онкоцентра до приезда пожарных расчетов оперативно эвакуировали часть пациентов из здания, но в помещениях еще остались люди. Некоторых пострадавших пришлось спасать по автолестнице. Спасено два пострадавших. Также направлены звенья на спасение лежачих на четвертый этаж, как приняли. Спасатели и медики действовали четко, а главное – быстро. В первую очередь нужно было помочь пострадавшим, только потом ликвидировать возгорание. По прибытии сюда мы уточняем задачу, где находится, что проведено, и включаемся в мероприятие по спасению людей. Мы здесь привлекали и использовали и, так сказать, организованную эвакуацию. Мы и выносили персонал, одевая их спасательные капюшоны, вместе с нами дышали кислородом. В данном корпусе располагаются до сотни пациентов. Многие из них палеотивные, что вдвойне осложняет задачу. Но курские спасатели готовы к любым вызовам. Я очень благодарен вообще всей этой структуре, и нашим пожарным, и МЧС, потому что то, что они организовали на нашей базе, еще раз повторяюсь, нам даст возможность и повод быть готовым к любым мелочам или не мелочам, к любым случайностям, которые могут произойти, но я абсолютно уверен, которые никогда не произойдут. Спасти людей и полностью ликвидировать условное возгорание удалось за полчаса. В штабе результатами учебной тренировки остались довольны. Ангелина Яхонтова, Сергей Малеев. События дня. В регионе увеличился спрос на крепкие напитки. Курская область заняла второе место по динамике продаж алкоголя в Черноземье. По сравнению с прошлогодними показателями, количество покупок спиртного выросло более чем на 16%. В причинах разбирался Станислав Костиков. В этом году напитки покрепче у курян пользуются особой популярностью. По статистике, жители региона предпочитают недорогой алкоголь, повышенный спрос на водку отечественных брендов. Как вы относитесь к алкоголю? Да, отрицательно. Сами не выпиваете? Нет. Ну, как вам сказать? Отрицательно. И иногда бывает положительно. То есть сам. Ну, бывает такое, что это... Сегодня было уже? Ну, немножко было. Положительно. Я взял бутылочку пива маленькую. Выпил больше нет. Водку я не пил. Бывает, конечно, по праздникам, не без этого, не без реха, как говорится. Но я лично не заметила какого-то особого скачка. И не скажу, что молодежь, в частности, страдает прям этим алкоголизмом. Выпиваю очень редко. Сегодня в обе. Что пили? Водку. Сколько? 150. Зачем пьете? Что вам это дает? Ой, ничего хорошего. Самый большой прирост потребления алкоголя по Черноземью зафиксирован в соседней Белгородской области. Там показатель продаж спиртного превысил прошлогодний на 20%. По мнению психолога Надежды Синюгиной, одна из причин – тревожное состояние людей. Им кажется, что алкоголь помогает заглушить вот эти чувства внутри них и снижает планку напряжения. На самом деле это иллюзия, потому что алкоголь является депрессантом и только усиливает вот это тревожное и депрессивное порой даже состояние. Злоупотребление спиртным оказывает колоссальное воздействие на здоровье. Алкоголь – настоящий яд, говорят медики. Человек, употребляющий алкоголь, неизбежно испытывает проблемы с памятью. Это кратковременная память и в дальнейшем при злоупотреблении алкоголем возможны более серьезные нарушения памяти. Это и сердечно-сосудистая система, то есть повышается давление и человек зарабатывает артериальную гипертонию. Это и болезни печени. По официальным данным, почти 10 тысяч жителей региона страдают алкогольной зависимостью. Медики предупреждают – длительное употребление спиртного может привести к необратимым последствиям. Станислав Костиков, Владислав Соболев, Геннадий Воробьев. События дня. В этом году в Курске проходит отборочный этап федерального проекта «Инвестиционные сессии». Главная цель – помощь молодым предпринимателям. Участники представили свои бизнес-идеи на площадке «Точки кипения». Всего заявлено 8 участников. Возраст от 18 до 35 лет. Формат проведения мероприятия – пич-сессия. Каждый предприниматель в течение пяти минут рассказал о своем проекте. Затем инвесторы задали вопросы и оценили бизнес-идеи участников. К нам подать заявку. У нас сайт был для этого сделан. Отбирали по качеству в первую очередь, по стадии, насколько реалистична идея. И в целом смогут ли наши инвесторы помочь этим проектам, инвестировав не в какой-то капитал. В проекте три призовых места. Фиксированной цены на финансирование нет. С каждым победителем заключат индивидуальное соглашение. У нас, как правило, правительство ругают и говорят, что оно не помогает. А вот здесь реальная помощь. Предложили, что могут помочь. А я думаю, почему бы не согласиться. Если хотят помочь, то давайте попробуем. Отборочные этапы проводятся и в других регионах России. В Курске именно этот проект реализуется впервые. Такие проекты должны проходить регулярно, потому что кто-то дозрел, готов показать в этом месте, а не через год или через полгода свой проект. Поэтому такие панельные дискуссии в различных форматах. Встречи между инвесторами и участниками должны проходить регулярно. Дарья Бартенева, Антон Латышев. События дня. А в Курской областной библиотеке имени Асеева стартовал новый проект «Диалоги о Донбассе». Первым гостем стал Роман Рубанов. Известный в регионе поэт, долгое время жил в Луганской области. Благодаря проекту куряне смогут ближе познакомиться с жизнью Донбасса. Встречи с творческими людьми, чьи судьбы неразрывно связаны с этими территориями, будут проходить каждый месяц. У нас недавно открылась выставка «Россия-Донбасс. Один народ, одна история». Мы приглашали гостей. Это гости были из Донбасса. Это были студенты, которые учатся в наших курских университетах. Они тоже приехали из региона Донбасса. Роман Рубанов поделился с участниками встречи теплыми воспоминаниями о Донбассе, где прошли его школьные годы. Диалоги, они, наверное, расширяют кругозор, развивают сознание, речь. Тем более, все-таки, я так понимаю, эта встреча будет с творческими людьми, я думаю, не только с поэтами. Это всегда будет интересно. Посмотреть, как искусство, через призму искусства на события, которые происходят. Главная цель проекта – показать единство народов. В галерее Дейнеке зазвучат шедевры мирового музыкального наследия. Команда художественного музея выиграла грант на проведение серии концертов. Проект «Час музыки» будет проводиться совместно с кафедрой вокального искусства ЮСГУ. Аналогичный проект проходил в картинной галерее в 2019-м. Спустя три года в зале с шедеврами живописи вновь зазвучат шедевры музыки. Периодичность концертов раз в месяц, длительность – час. Репертуар от эпохи барокко до советских нетленок, а еще национальные мелодии исполнителей. На кафедре вокального искусства обучается много иностранных студентов. Они с большим удовольствием работают над произведениями русских композиторов. Стараются понять их стиль, нашу духовную культуру и так далее. Ну и, конечно же, мы со своей стороны обязательно приветствуем китайские народные песни. В частности, в госпрограммах они обязательно это исполняют. Да и вообще в программах студенческих своих, в Гватемальске, в Эквадорске и в любой другой стране. Проект абсолютно бесплатный и будет проходить с ноября по июнь включительно. Запись через галерею Дейнеки. Мы вынуждены подсчитывать посетителей, потому что, вы понимаете, зал наш не настолько велик, чтобы принять всех желающих, но вот около 70 человек, которые успевают записаться, они затем и посещают эти концерты непосредственно. Все же прочие смогут увидеть эти концерты уже в записи в сети интернет. Что делать, если пропал ребенок? И как быть полезным в такой ситуации? После истории с потерявшимся на выходных восьмилетним мальчиком наша съемочная группа пообщалась с представителями МВД и поисково-спасательным отрядом Лиза Оле, которые рассказали о первых действиях при пропаже близкого и помощи, которую может оказать каждый. Когда пропадает человек, счет идет на минуты, говорят волонтеры, особенно если речь о ребенке. В воскресенье в Курске за несколько часов нашли восьмилетнего мальчика. Рано утром школьник ушел из дома, а после горожане заметили его в храме на улице Дубровинского. Информацию о розыске куряне увидели в СМИ. Маленький ребенок в принципе не должен быть один на улице. То есть пятилетний, восьмилетний. То есть в любом случае это всегда сопровождение родителей, бабушек, дедушек и так далее. И на это нужно всегда обращать внимание. Вчера неравнодушные люди увидели, что ребенок, во-первых, один, он без верхней одежды, а сейчас уже достаточно холодно. И люди оказались бдительны. Они же увидели в соцсетях, что действительно пропал ребенок. С начала года волонтеры получили 45 заявок на поиск детей и подростков. Помочь им не так сложно, как кажется. Помимо проявления бдительности, можно связаться с представителями отряда «Лиза-Алерт» и узнать, чем вы будете полезны. Для некоторых вещей даже не нужно выходить из дома. Помощь нам действительно нужна разная. Возможно, нужно будет отсматривать задачи, даже не выходя из офиса, видеокамеры, к примеру, чтобы посмотреть, куда мог ребенок завернуть. Возможно, нужно будет распечатать листовки. Возможно, кто-то сможет их довести до волонтеров, которые пойдут уже по улицам, по общественным местам, где это разрешено, они будут расклеивать в файлах эти ориентировки. Если же вы увидели ребенка, которому нужна помощь или пропал ваш родственник, первое, что нужно сделать, обратиться в полицию. Сотрудники полиции после получения и принятия заявлений от гражданина сразу же обращаются на горячую линию поисковой отряд «Лиза-Алерт» Кузской области для оказания информационной поддержки и распространения информации среди широкого круга граждан через социальные сети. Сами полицейские сразу начинают разыскные мероприятия. В этом году удалось найти 717 без вести пропавших, более 100 из которых – дети. Для оперативников важно как можно точнее описать все приметы человека. Как выглядел, во что был одет, какие отличительные черты. И, конечно, не медлить. Тогда шанс услышать долгожданное «найден, жив» будет гораздо выше. Диана Пахомова, Роман Федорков, Сергей Дороков. События дня. А на сегодня все. Спасибо, что были с нами. Узнать главные новости региона вы сможете на сайте seiminfo.ru и в наших социальных сетях. Их адреса на ваших экранах. Всего вам доброго и берегите себя. Субтитры предоставил DimaTorzok Диана Пахомова